Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши, как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 91, 2-3 стих. «Благое славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Аминь». Что такое милость? Милость – это прощение, незаслуженное прощение. Милость – это когда Господь не дает нам то, что мы заслужили. Как-то к императору Наполеону пришла мать одного солдата, осужденного на смерть, и просила о его помиловании. «Он осужден справедливо, сурово», – сказал император. «И я пришла просить несправедливости, а милости», – сказала мать. «Ваш сын не заслужил милости», – ответил Наполеон. «Государь», – тихо сказала мать. «Милость не заслуживается, она оказывается. Поэтому я и прошу о помиловании». Эти слова глубоко тронули сердце Наполеона, и преступник был прощен, помилован. «Братья и сестры, призываю всех нас в это утро прославить Господа за Его великую милость к нам. Это благо – возвещать милость Его с раннего утра. Вспомним, как однажды мы пришли к Богу в молитве, как мытар в храме, Луки 18, 13. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Справедливости требует тот, кто не видит в себе никакой вины или погрешности. В милости нуждается тот, кто признает, что он несовершенный человек, что он грешник. Мы хотели тогда не справедливости, а милости. Милость зависит от творящего милость, и Бог помиловал нас. Слава Ему за это! Как важно замечать, что милость Господа сопровождает нас и дальше во все дни. Давид говорит Господу, Псалом 25, 3, «Милость Твоя пред моими очами». 35-й Псалом 6 стих, «Господи, милость Твоя до небес». 8-й стих, «Как драгоценно милость Твоя». 11-й стих, «Продли милость Твою». Слово Божие учит нас просить Бога, чтобы Он продлил Свою милость к нам. Тот, кто пережил милость Божию, не должен молчать. Страшно, когда человек забывает милости Господней. Псалом 58, 17 мы читаем, «А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра буду провозглашать милость Твою». Сделаем это и мы сегодня, в это утро и в собрании святых. Мы читаем Евангелие от Матфея 5, 7, «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Господь ожидает от тех, кто помилован, милостиво относиться к людям. Увы, когда нам трудно быть милостивым, и мы склонны быть справедливыми. Но мы читаем, Якова 2, 13, «Суд без милости, не оказавшему милость». Когда нам кажется, что какому-то человеку просто нельзя простить или оказать милость, давайте вспомним, сколько нам прощно. О, Господь наш богат милостью! Есть очень поучительная история. Вторая книга царств, 9 глава, с 1 по 8 стих. Мы читаем, что однажды царь Давид спросил свое окружение, «Не остался ли кто-нибудь из дома с Саулову?» И Давид сказал, «Я оказал бы ему милость ради Ионафана». И вот человек по имени Сива, слуга из дома Саулова, сказал, «Есть сын Ионафана, Мимфифосфей, хромой ногами». Царь послал за ним, и его привели к Давиду. И когда он пришел к Давиду, он пал на лицо свое и поклонился. Но Давид сказал ему, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана. Ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мимфифосфей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Это и понятно, что Мимфифосфей был так удивлен. У Давида слуги не имели изъяна, а он, хромой на обе ноги, теперь за царским столом, как один из сыновей царя. Он, который был из семьи врага Давида, «Я окажу тебе милость ради Ионафана». Братья и сестры, мы помилованы ради Иисуса Христа. Поклонимся, поблагодарим Господа за великую милость Его. Он любит миловать. Время молитвы. Время молитвы. Продолжение следует...